Здарова, это Шамшурин, и в этом видео поговорим о твоей самооценке, о уверенности в себе, о безусловной любви к себе. По большому счету одни и те же вещи, которые несут в себе один и тот же смысл. Откуда все это взялось, что с этим делать, и в этом видео я поделюсь своими рецептами, то есть это будет 20 конкретных пунктов, которые тебе нужно будет и можно будет сделать прямо сейчас, чтобы с этой мертвой точки как-то начать двигаться вперед. Значит, смотри, откуда взялась твоя низкая самооценка? Естественно, что это все идет из самого глубокого детства, от того, в первую очередь, как к тебе относились твои близкие и твои родители, от того, как они взаимодействовали друг с другом и от того, как они взаимодействовали с внешним миром. То есть ты все это видишь, ребенок ничего не понимает, но бессознательно все это впитывает. Поэтому это все оттуда. Скажи спасибо своим родителям. Но, значит, это совсем не значит, что сейчас ты должен пойти выяснять отношения, винить их во всем и все прочее. Это бесполезно сейчас делать, потому что они прожили свою жизнь так, как могли. Они относились к тебе так, как максимально хорошо они были способны на это. Почему? Потому что они в этом не виноваты. Они это взяли от своих родителей, которые, в свою очередь, получили от их родителей и так далее. Вот эта вот хрень идет через род. И вот этот так называемый эффект горячей картошки, когда никто не хочет ни в чем разбираться, когда всем некогда, когда надо заниматься выживанием. И люди просто живут либо не знают, либо у них нет какого-то проводника, который мог бы им помочь и подсказать, что сейчас что-то происходит не так. То есть, который бы мог их вытащить. В этом плане мне повезло больше. У меня этих проводников по жизни было достаточно много. Хотя бы потому, что я их искал сознательно. И если вы их ищете, значит, вы их находите. Вот. Значит, смотрите, в своей книге, одной из них я написал в книжке МК-1 о том, что ребенок это как пластилин. То есть, он рождается свежим, сырым, мягким, податливым куском какого-то чистого материала. То есть, из ребенка можно слепить все, что угодно. И это достаточно просто. Это не требует много времени. То есть, буквально год-два и уже что-то у него внутри сформировалось. Но если ребенок это пластилин, то взрослый это тоже в некоторой степени пластилин. Просто он менее податливый, он менее гибкий и он менее удобен в работе. То есть, он уже более такой застарелый, засохший. Но это совсем не говорит о том, что ты сейчас во взрослом возрасте не сможешь ничего с собой сделать. Потому что единственное, здесь придется потратить больше сил, больше времени, больше ресурсов и энергии. Но это более чем реально, потому что из тебя тоже можно слепить все, что угодно, лишь бы ты этого захотел. Есть категории людей, которые не уверены в себе. И таких очень-очень много. Просто кто-то это показывает, вольно или невольно. А кто-то научился это маскировать и прятать. То есть, соответственно, люди, которые всю жизнь живут под какой-то маской уверенного, наоборот, даже агрессивного человека. Иногда они даже перегибают палку, это выглядит очень смешно и нелепо. Но так или иначе, они это делают. То есть, я считаю, что они молодцы, потому что уж лучше притворяться уверенным себе человеком, чем ходить как кусок дерьма и показывать всем, что ты унылый кусок говна и у тебя низкая самооценка. Надо сказать, что твой покорный слуга всю жизнь притворяется человеком с высокой, с высокой, нормальной самооценкой. И у него это получается. Хотя в последнее время сработал тот эффект, о котором я сейчас расскажу в этом видео, что, наверное, я допритворялся в свое время до такой степени, что я стал тем человеком, которым я притворялся. И это очень крутая штука. Но в чем фишка? Когда эти люди остаются наедине самими с собой, то есть, они начинают оставаться наедине со своими мыслями, и эти мысли их просто убивают. Поэтому отсюда люди не любят быть в одиночестве. Они все время лазят где-то в интернете, в мессенджерах, чтобы занять свое внимание. Они кому-то звонят, с кем-то общаются, с кем-то встречаются, потому что остаться наедине со своими мыслями и понять, что ты себе не нравишься, что ты ничего не достоин, что ты плохой, что ты такой-сякой третий-десятый, это очень нехорошо. Это очень неприятно, люди оттуда всячески бегут, и очень зря. И ничего не утяжеляет жизнь так, ребята, как низкая самооценка, потому что здесь все достается тяжелее. Общение с женщинами, отношения с людьми, дружба, карьера, деньги, все, все. Вы сталкиваетесь во всех этих моментах со своей низкой самооценкой, и она напоминает какую-то гирю, которая привязана к вашей ноге, с которой вы вынуждены всю жизнь жить. То есть кто-то рядом с вами, как вы считаете, у него отличная самооценка, и он отлично уверен в себе, он живет и порхает. А вам приходится все преодолевать, таская за собой эти 16 килограмм, и это очень печально. Откуда мне это знать? Потому что последние 15 лет я боролся со своей нелюбовью к себе, со своей низкой самооценкой, со своей неуверенностью. Значит, смотрите, что здесь плохого? Вы все время еще зависите от мнения окружающих. Откуда это взялось? Значит, я из бедной семьи. У меня родители занимались выживанием. Но по большому счету тут даже не в деньгах дело, и не в материальных благах, потому что это не единственное, что важно. В том, что я в свое время недополучил безусловной любви от них. То есть они не занимались моим воспитанием, не говорили мне, что я хороший, что я молодец, что я классный. При этом я их очень люблю, они у меня классные, самые лучшие родители в мире. Но сейчас уже, по сути дела, ничего не изменить, потому что люди уже в возрасте, и тут остается, наверное, мое отношение к ним. Перерабатывать, прорабатывать, убирать какие-то обиды и все прочее. То есть чем я и занимаюсь. Иногда успешно, иногда не очень, но все-таки у меня есть цель, я к ней приду. И что получилось, что по окончании школы я понял, что я полон страхов, что мне ничего нельзя, что я ни в чем не уверен, что я всего боюсь, что это для других, но не для меня, что вот какие-то блага мира принадлежат кому-то, но я почему-то их не достоин. То есть эта хрень настолько глубоко уже была прошита в мою голову, что я просто ходил и удивлялся тому, насколько же я задроченный человек. И я решил, что мне с этим нужно что-то делать, иначе ничего не получится в жизни. И, собственно, этим опытом я сейчас и буду делиться с тобой. Значит, смотри, все эти последние 15 лет я развивался. Я проходил тренинги, я ходил к психотерапевтам, я читал книги, я проходил всякие ретриты, всякие практики и все прочее. Я искал любовь к себе, я искал какие-то любые упражнения, которые вытащат меня за зону комфорта и дадут мне какой-то результат, какое-то подтверждение того, что я классный, достойный мужик, и всем этим опытом, который я накопил за 15 лет, я с удовольствием делюсь с вами, с моими учениками на моих тренингах, на которые я обязательно приглашу тебя еще в этом видео. Потому что женщины, которые в свое время вытащили меня из низкой самооценки, это главный инструмент моих тренингов. Потому что ничто так не оголяет проблему, как женщины, потому что это очень болючая штука, то есть когда ты идешь к девушке, которая тебе нравится, или там ухаживаешь за ней, а она тебя отвергает, это очень больно и неприятно, и это оголяет все твои внутренние моменты. Плюс женщина отлично мотивирует тебя к развитию. Меня в свое время смотивировало именно это. Я подумал, блин, а почему бы мне не стать самым-самым крутым мужчиной, и который, конечно же, помимо всего прочего, будет получать еще и самых лучших женщин. И в некотором роде я добился того, чего я хотел. Потом уже на пути к этому я понял, что женщины это совершенно не главное, но они сработали так, как нужно, они стали для меня важным, сильным мотиватором. Итак, ребята, я вам назову сейчас 20 пунктов, которые делал я, которые будете делать вы для того, чтобы повысить свою самооценку. Первое, что нужно сделать, нужно признать саму проблему. Я говорил раньше чуть выше о притворстве, о том, что люди маскируются, так же, как и делал я. Но для себя внутри вы точно должны понимать, что со мной что-то не так, я не люблю себя, у меня низкая самооценка, я не уверен, и мне с этим немедленно, прямо сейчас нужно что-то делать. Потому что если вы болеете и не соглашаетесь с тем, что вы болеете, вы вряд ли когда-то вылечите. Следующее, значит, начните ставить себе второе. Какие-то маленькие, небольшие цели. То есть пропишите их в блокноте, посидите, подумайте над ними, чего вы хотите на самом деле. Пусть даже они все упираются куда-то в какие-то рамки вашей самооценки. Так или иначе, напишите. Если вам не лезут крупные цели в голову, если вы их не можете принять, не можете в них поверить, напишите хотя бы какие-то мелкие, реально выполнимые, самые-самые какие-то элементарные, то есть дофига таких целей, которые вы можете выполнить, и которые не требуют каких-то ресурсов. Например, поставьте себе цель выучить английский язык. Чем вам не цель? И в наше время век интернета это абсолютно доступная штука, которая доступна каждому. Не надо рассказывать, что какие-то вещи вам не доступны. Следующее, третье. Заставьте, в прямом смысле ключевое, заставьте себя хвалить себя. Каждый день за любые мелочи, за все, что угодно. То есть это не значит, что вы обязательно должны что-то делать грандиозное. Вы проснулись, почистили, если вам совсем плохо, то есть вы почистили зубы, похвалили себя, сказали, я молодец, я красавчик, я почистил зубы. Взяли, отжались, я молодец, я красавчик, я отжался. Позвонили кому-то по поводу работы или чего-то еще. То есть обязательно похвалите себя после этого, каждый раз делайте это. Что я делал раньше, то есть я и перед зеркалом специальные практики делал. Конечно, сейчас это все кажется какой-то фигней, мелочью, но, как говорится, утопающий хватается за соломинку. То есть я читал какие-то аффирмации перед зеркалом каждый день. Мне хватало силы воли, сейчас мне реально лень это делать. То есть я писал себе в блокнот список дел на сегодня. Даже если у меня по большому счету никаких серьезных дел не было, я все равно писал, то есть там приготовить завтрак, не знаю, там помыть посуду, пойти погулять. Напротив каждого дела я ставил галочки, напротив каждого дела я ставил плюсики, и говорил себе в конце, перечитывая, какой я молодец, сколько всего я сегодня сделал, заставлял себя хвалить себе. Сейчас я использую счетчик, это очень крутая штука, очень удобная. То есть это счетчик для стюардесс так называемый, когда вы говорите себе, я 100 раз или 200 раз или 300 раз в день должен себя похвалить. Я его использую для разных вещей, но для вас это подойдет вот так. И за любую фигню вы хвалите себя целый день. Зачем счетчик? Потому что тогда вам не надо будет сбиваться со счета, вам не надо будет думать о цифре, вы просто ходите вслух или мысленно в любой момент времени себя хвалите. Например, я отжался с утра, а зашибись, я вышел на улицу, не знаю, помог перейти бабушке дорогу, спасибо, я вкусно поел, не знаю, помыл руки, помыл посуду после этого. За какие-то элементарные мелочи, но вы должны в привычку взять то, что вам обязательно надо себя хвалить, это важно. Дальше четвертое. Бросайте вызовы себе и обществу. Также в моих книгах и на моих тренингах есть очень много упражнений, которые связаны с вызовом обществу. Себе вызов, ну, бросить курить, похудеть, потолстеть, не знаю, подтягиваться там 30 раз на турнике, не знаю, там отжиматься 100 раз и так далее. То есть вы сами себе можете поставить какие-то небольшие планки и бросать этот вызов. То есть вы говорите, я смогу, даже если все вокруг говорят, да нет, ты не сможешь, ты говоришь, я смогу, я ответственно заявляю, идешь и делаешь это. У меня есть такое упражнение на тренинге, которое называется полежать на полу. То есть ты идешь в торговый центр, в магазин какой-то крупный, мол, ложишься на пол, просто на пол и лежишь там, ну, одну, две, три минуты, не знаю, пока что-то не произойдет или так ничего и не произойдет. Желательно, конечно, выбрать для этого такое самое наполненное людьми время, чтобы все на тебя смотрели. То есть, казалось бы, это простое упражнение, но физически простое, технически. Но психологически оно для многих очень тяжелое, потому что здесь нужно как бы выказать протест обществу и бросить вызов самому себе, смогу ли я, хотя ничего асоциального и не экологичного ты не делаешь, но попробуй и посмотришь, какой будет результат. Также можешь спеть в публичном месте, я не знаю, рассказать стих, там выступить где-то. То есть таких вызовов ты можешь придумать себе огромное количество, но все, это в совокупности будет чуть-чуть-чуть-чуть двигать твою самооценку вверх. Следующее, значит, тебе нужно, пятое, осваивать и изучать какое-то ремесло и пытаться построить там горизонтальную карьеру, стать там лучшим. То есть, о чем я говорю? Сейчас современное поколение больно тем, чтобы все хотят, в общем, сразу много, быстро и так далее. Все хотят скакануть вверх по карьерной лестнице, все хотят получать миллиарды и миллионы. Но если ты сам из себя ничего не представляешь, то ты можешь быстрее потерять это место и потом не найти новое. Если же ты в каком-то деле, в какой-то сфере профессионал, специалист, если ты углубился в эту тему, широко там развиваешься, изучаешь ее, то даже если ты потеряешь работу где-то, ты обязательно найдешь ее в другом месте, потому что ты хороший специалист. Плюс это, безусловно, скажется на твоей самооценке, на твоей уверенности в себе, потому что ты будешь понимать, что да, я чего-то стою, я могу этот навык есть во мне. Следующее. Шестое. Научись мастерски общаться с девушками. Это важно. Я не знаю еще ни одного мужчину, для которого было бы неважно общение с женщинами и на самооценку, которого позитивным образом не повлияло бы еще то, что он умеет общаться с красивыми девушками. Как бы тебя ни колбасило, значит, смотри, то есть ошибка в чем, что мужчины боятся женских отказов. И из-за этого всего происходит вся эта кутюрьма в голове. И если у тебя еще при этом низкая самооценка, неуверенность и нелюбовь к себе, то для тебя это лишний повод, потому что ты начинаешь думать, кто я такой, меня откажут и так далее, и тому подобное. Но поверь мне, со стороны, когда люди приходят ко мне на тренинг, и я вместе с ними иду туда, скажем, на амбразуру, со стороны практически никогда не видно то, как ты себя чувствуешь внутри. То есть это ошибка думать, что женщина видит твою самооценку, видит твою неуверенность и так далее. То, что ты подошел, это уже хорошо. И многие женщины, даже если они увидят, что ты волнуешься, они оценят твою инициативу, твою решительность, и они, наоборот, скажут, что ты молодец, это очень круто. И когда у тебя начнет получаться с женщинами, твоя самооценка очень сильно начнет взлетать вверх. И я проверил это на себе. Там есть, конечно, долгая история про какие-то моменты, связанные с любовью к себе, и что в какой-то момент ты все-таки понимаешь, что любовь к себе нужно искать не вовне, не отсюда ее брать от новых красивых женщин классных, а искать ее внутри себя. Но это уже следующий этап, к которому ты неминуемо придешь. И для того, чтобы решить твою проблему с самооценкой с помощью женщин, я приглашаю тебя на свой тренинг-практика, ближайший, который состоится в самое ближайшее время. Для этого тебе надо записаться по ссылке под этим видео, и мы вместе с тобой, рука об руку, будем работать над твоей уверенностью в себе, с самооценкой, любовью к себе. Дальше, значит, смотрите, как я уже сказал, женщины – это лишь инструмент. Инструмент для того, чтобы ты оторвал свою жопу, начал действовать. Потом тебе понравится развиваться, тебе понравится стремиться ко всему лучшему, и ты будешь себя улучшать. Конечно, нужно стремиться к тому, чтобы любить себя таким, какой ты есть. Если почитать Оша, то я с ним во многом согласен, потому что вы хороши теми, какие вы есть. Но это же так интересно – развиваться, улучшать себя, прокачиваться по всем направлениям. И что ни говори, но человек, развитый во всех отношениях, имеет больше шансов чувствовать себя хорошо и уверенно, чем человек, у которого каких-то навыков в жизни не хватает. И навык общения с женщинами и вообще общения – это один из самых ключевых в современном мире. Плюс, опять же, когда ты найдешь себе любимую, ту самую, единственную, которую ты выбрал, которая к тебе замечательно относится, которую любишь ты, которая любит тебя, твоя самооценка из-за этого еще больше будет повышаться. Твоя уверенность в себе, потому что ты будешь понимать, что у тебя есть человек, который тебе нужен, и ты есть у человека, которому нужен ты. И это очень круто. Следующий спорт, конечно же, спорт, спорт, спорт. Восьмое – это спорт. И обязательно лучше, чтобы это был контактный вид спорта. Я не говорю только про бокс, ММА или что-то еще. Я говорю про любой спорт, где есть взаимодействие с противником. Например, какой-нибудь баскетгол или футбол. Потому что, как рассказывает мой товарищ и тренер Юра, когда он играет в футбол, и ты бежишь с мячом, и на тебя смотрит вся команда, она ждет от тебя, что ты что-то сделаешь, на тебе лежит большая ответственность. И если ты где-то накосячишь, не туда сделаешь пас или что-то еще, вся команда начинает орать на тебя матом. И причем свои же собственные. Плюс ты можешь там толкаться, взаимодействовать, обводить физически, сталкиваться с какими-то оппонентами. То есть это учит тебя взаимодействию с оппонентами. Это учит тебя спортивной какой-то жесткости, наглости. Спорт должен быть обязательно контактным. Значит, девятое, следующее. Переключи внимание себя на кого-то другого. Возьми ответственность за кого-то, чтобы меньше думать о себе, какой ты бедный и несчастный. То есть найди человека, который по твоему мнению еще более бедный, несчастный, например, какой-то твой младший брат. И начни ему всячески помогать. Начни ему помогать. Материально начни ему помогать. Морально поддерживай его. Если даже ты сам не чувствуешь себя уверенным, ему внушай, что вот ты молодец, ты самый лучший, ты уверенный и так далее. Обязательно найди какого-то человека, на которого сможешь переключить свое внимание. Следующее, десятое. Помогай материально своим близким. Если ты сейчас скажешь, что у меня нет денег и так далее, то есть это очень удобно сразу закрываться и говорить, что у меня нет денег. Поставь себе отличную цель, не знаю, свозить в ресторан, в хороший, в дорогой своих родителей. На какой-то праздник, например. Или свозить их на море. Или купить там своему младшему брату велосипед или что-то еще. То есть если ты поставишь какую-то реальную цель, это не значит, что ты должен купить им квартиру. По мере того, насколько ты это можешь себе позволить. Не спать. Мой оператор спит. Не тряси телефон. Значит, смотри. Задача поставить себе цели не в рамках своих, а цели, которые касаются других людей, близких тебе людей. То есть относительно этих людей. Следующее, одиннадцатое. Развивайся всесторонне. Например, учи языки, читай книги, проходи тренинги. Что еще? Ходи на какие-то семинары, изучай какие-то бизнес-процессы. То есть все, что может быть тебе интересно, обязательно развивай в себе. И не для того, чтобы выпячивать это перед другими, хвастаться, а для того, чтобы ты сам потом в нужной ситуации почувствовал, что да, у меня есть какой-то навык, я где-то поговорил с кем-то на английском, я где-то смог решить какую-то проблему по бизнесу, потому что в эти навыки есть во мне. Я их носитель, я их в себя впитал, я молодец, я классный, я крутой. Следующее, двенадцатое. Заботься о своем теле. Любовь к себе, как правило, начинается со своего тела. То есть, соответственно, нет ничего проще, чем начать с тела. Это правильное питание, это здоровый сон, это какой-то спорт, пробежка. Это все, что угодно. То есть, купи себе новую одежду, сделай себе какую-то хорошую новую прическу. Хорошую. Купи себе какой-то там, не знаю, пояс для выпрямления осанки, сделай что-то в сторону себя. Что касается меня, долгое время в своей жизни мне было настолько насрать на себя, что я мог прийти домой и не расправляя кровать, а я спал даже не на кровати, а на диване, не постилая туда никаких там чистого постельного бельяча, вот еще я просто мог плюхнуться, спать на эту подстилку, другой подстилкой укрыться, и в таком виде я спал. И, в принципе, это было уже даже тогда, когда у меня появилось достаточно много денег. Не потому, что я такой аскет, потому что мне ничего не надо, а потому что привычка класть на себя хер, она настолько въелась в меня, что я даже замечал, что со мной что-то не так, я этого просто не замечал. То же самое касается стоматологии и моих зубов. В какой-то момент в своей жизни я понял, что здесь спереди у меня зубы есть, сзади у меня зубов, с каждой стороны не было по одному зубу, то есть рот выглядел очень непрезентабельно, ну и жевать было неудобно. Но ко всему ты привыкаешь, так же привыкаешь к тому, что у тебя нет зубов. И самое, наверное, непонятное и нелогичное, что когда я уже зарабатывал достаточно большие деньги, я продолжал ходить вот так, потому что, во-первых, привык, во-вторых, мне было некогда, в-третьих, другие вещи были важнее, в-четвертых, мне было просто на себя насрать, это была моя самооценка. И когда я поставил эти зубы, у меня долгое время было непривычно, потому что мне казалось, что языку что-то мешает. Так что, ребята, тело превыше всего, с этого можно вообще начинать. Дальше. Ищите свои смыслы. Для чего вы живете, ради чего вы живете. Не просто так, что вот я проснулся, поел, попил, поспал, что-то потребил и так далее. Ставьте себе какие-то грандиозные цели, какие-то смыслы. Думайте над чем, зачем вы тут появились. Следующее. Пятнадцатое. Найдите наставника в чем-либо. Хотите стать уверенными, ищите себе в наставнике уверенного человека. Хотите стать, научиться очень классно, эффективно общаться с женщинами, строить с ними отношения, понимать женскую психологию. Найдите себе наставника в этой теме. Хотите достичь высот в спорте, найдите наставника по спорту. Все элементарно. Значит, смотрите, есть два таких понятия, которые называются интроекция и индуцирование. То есть, если кто-то хочет узнать об этом подробнее, вы можете поискать об этом в гугле. Но, грубо говоря, это процесс восприятия каких-то процессов извне чьих-то процессов, как своих собственных. То есть, это некое впитывание. Причем, чаще всего оно происходит неосознанно. Соответственно, вы впитываете настроение, метасообщение, чувство, уверенность тех людей, с кем вы общаетесь. И когда к нам на тренинг приходят наши ученики, я и мои коллеги-тренеры, мы транслируем уверенность в себе. Мы общаемся с женщинами уверенно, мы общаемся с ними уверенно. Мы транслируем какие-то знания. И неосознанно или осознанно эти люди, пришедшие к нам, впитывают еще и наше состояние, которое потом остается с ними надолго. Это очень важно. Это очень крутой, интересный процесс. Но именно так это и работает. Вы впитываете от своего наставника не только знания, а еще и его какие-то психологические, скажем так, ощущения, процессы, которые у него в голове проходят. Следующий пункт, ребята. Выглядите круто. Так, как вам нравится. То есть, опять же, это тело, это фигура, это шмотки, это прическа, это какие-то там часы, трусы, галстук, все что угодно. Заморочитесь, поставьте себе цель, если нет такой возможности, заняться своим телом, своим имиджем, своей внешкой. То есть, не надо становиться метросексуалом, да, то есть, не надо быть отполированным там и так далее, нагеленным. Если хотите, будьте, конечно. Конечно, но очень важно, чтобы вы сами себе нравились, когда вы подходите к зеркалу. Если вам для этого нужна дорогая рубашка или там что-то еще, дорогие джинсы, не знаю, какая-то классная прическа, заморочитесь и сделайте это. Но чтобы, подходя к зеркалу, вы понимали, что уж не знаю, что там внутри, но выгляжу я, черт возьми, офигенно. Это важно. Дальше. Я уже сказал об этом чуть совсем недавно, да, следующий пункт, 17. Значит, начните копировать уверенных людей, ребят. Начните за ними наблюдать, не спать. Начните смотреть на них. Прочитайте Станиславского. Работа актера над собой. Очень крутая книжка. Там он рассказывает, как не изображать, как актеры не изображают кого-то, как они вживаются в роль кого-то. И начните вживаться в роль этих людей. Какая история? Через внешнее может дотянуться и внутреннее. То есть, бывает такое, что человек уверенный внутри, и это транслируется через его тело, через мимику, жесты, невербалику, походку. Но, если вы, и поведение, соответственно, если вы начнете вести себя так, как будто вы уверены, изображать, скажем так, вживаться внешне, то и внутри тоже будет определенный эффект. То есть, внутри ваше внутреннее будет дотягиваться. Обязательно прочитайте Станиславского. Обязательно найдите себе несколько примеров людей, которых вы считаете уверенными, сильными, любящими себя с высокой самооценкой. Соберите максимум информации про них и начните их, скажем так, изображать, вживаться в их роли. Дальше, значит, смотрите. Правильное самоограничение и отказ от чего-то. Например, вы говорите себе, я решил, что я хозяин сам себе, хозяин своей воли и так далее, и вы отказываетесь либо от сладкого, либо от сигарет, либо общения с какими-то людьми и так далее. То есть, вы сознательно от чего-то отказались, и потом, когда у вас это получилось, вы обязательно хвалите себя и говорите, какой я молодец, у меня есть воля, я сильнее своих каких-то там низменных или ненизменных желаний. Я молодец, я красавчик, я крутой. Следующее, девятнадцатое. Стремитесь стать полностью автономными и независимыми. Если вам 20 с плюсом, ребята, вы живете с родителями, и еще и, может, не дай бог, берете у них деньги, это очень неправильно. Вы никогда не повысите свою самооценку, если вы будете от кого-то зависеть. Мужчина должен всегда стремиться к автономности, и к независимости, к самодостаточности. Это не значит, парни, что прямо сейчас нужно идти на работу к своему директору, подарить ему чупа-чупсы, сказать, ну, ты понял, да? Сжигать мосты тоже не нужно, но вы, насколько это возможно, максимально должны стремиться к независимости и к самодостаточности. Ну и 20, ребята, под конец. Я увидел такое облегчение с той стороны камеры. Поищите скрытые выгоды, ребята, это очень важно. Значит, какая выгода, спросите себя, почему мне может быть выгодно быть с низкой самооценкой, быть неуверенным, не любить себя. Я знаю, что у многих сейчас начнется протест, типа, если, да как это выгодно, я с этим мучаюсь, я с этим страдаю. Нет, спросите себя, а может быть есть скрытая выгода? Может быть, таким образом, чаще всего выгода в том, что таким образом вы, как бы, нездорово получаете нездоровую любовь. То есть, соответственно, когда вы ноете, когда у вас все плохо, когда вы вызываете желание вам помочь, вы такая жертва, обязательно найдутся люди, которые вам захотят помочь, вас поддержать, вас приободрить. И в этом есть ошибка. То есть, вы думаете, что таким образом, поскольку собственной любви к себе не хватает, вы думаете, что таким образом вы получите любовь извне и как-то восполните. Но это нездоровый способ получения любви. И ни к чему хорошему он не приведет. Потому что, если есть скрытая выгода, вы никогда не справитесь со своей проблемой. То есть, спросите себя, зачем мне это нужно? Ну, ребят, и помните о том, что раз вы сейчас вообще смотрите это видео, раз вы столкнулись с этой проблемой лицом к лицу, раз вы ее осознаете, что у вас есть проблемы с самооценкой, неуверенность в себе, нелюбовь к себе, это значит лишь то, что на вас сейчас возложена ответственная миссия, потому что весь ваш род жил каким-то образом неправильно, передавая это все по наследству, с эффектом горячей картошки. И на вас, только на тебе лежит ответственная миссия по восстановлению силы, уверенности, любви во всем твоем роде. Это очень важно. И пусть это осознание дает тебе силы, энергию. Итак, смотри, значит, лучший способ начать работать над собой, это прийти на мой тренинг практика, на который ты можешь записаться здесь под этим видео, на котором я максимально смогу помочь тебе вживую, и мы вместе с тобой поднимем твою самооценку, и начнем движение в сторону любви, твоей любви к самому себе. Что ты получишь в этом тренинге? Ты получишь легкое общение с самыми красивыми женщинами, ты получишь новые крепкие отношения, ты получишь полную ясность того, что тебе мешает в жизни, куда ты хочешь прийти, и что лежит на твоем пути, что не дает тебе туда прийти. Ты получишь новый рывок в работе и в бизнесе, обязательно, ты получишь навык, сногсшибательный навык, сверхэффективного общения и коммуникации, который будет распространяться не только на женщин, а на людей в целом, и вообще на твою жизнь, и ты гарантированно повысишь свою самооценку. Ссылка под видео, записывайся, жду тебя там. Это был Шамшурин, пока.